Так было потребно и украинской, и грузинской владе. На той час украинской владе. Грузии вынесли так называемый приговор по делу помилования 133 бывших военнослужащих, заключенных. Это первый случай мировой практики, когда президента судят за использование неограниченного конституционного права на помилование заключенных. Я не знаю ни одного примера, ни в одной другой стране, недавней истории, где бы какого-либо президента за это осудили. Они искали все эти годы мои офшоры, их, конечно, нет. Они искали мои тайны, считая их, конечно, при родине существует. Они искали мое имущество, и практически ничего нет. Если не считать там, там, очень маленькое там пространство какое-то, они искали хоть что-то на меня. И насколько я правильно провел свое произведение, что ничего не нашли после того, как они наняли лучших мировых следователей, и поэтому вынуждены были осудить меня по смехотворной статье, потому что такая была договоренность между Порошенко и Иванишвили. В июле прошлого года, находясь официальным визитом Грузии, президент Порошенко встретился в Батуми с олигархом Иванишвили, это крупнее счастливое акционер российского Газпрома, и они договорились о совместности с действием против меня. После этого, через несколько дней, Порошенко лишил меня украинского гражданства, а грузины ускорили суды против меня. Когда я возвращался в Украину, они практически совместные заявления делали вместе с прокуратурой Грузии, в Министерстве и Министерстве Грузии, а после того, как в Украине возбудили против меня уголовные дела, и меня задержали, Грузии тоже ускорили процесс. 3 января, на один день, они назначили три суда против меня, два в Киеве и один в Грузии. Одновременно за несколько дней до этого президент Путин на своей пресс-конференции еще раз призвал украинские власти положить конец моим действиям в Украине. Об этом же заявляли российские официальные лица на уровне спикеров, президентов, президента России и президента и министра иностранных дел, некая Захарова. А 29 декабря, поймая информацию, состоялся телефонный разговор Путина и Порошенко, где наряду с вопросом обмена пленных, президенты двух стран обсудили и мой вопрос. Причем по инициативе президента Порошенко. То есть все, если кому-то что-то надо доказывать, абсолютно все налицо. У нас есть говор олигархов двух стран, и у нас есть прямая заинтересованность Кремля и Москвы, и это не мои теории. Я еще раз говорю, президент Путин об этом 12 раз сказал на последней пресс-конференции. Еще в 2008 году, после того, как он был прострацией, что он не смог победить Грузию и разрушить Грузию в результате отторжения российской армии, не смог взять в Пилиси. Он тогда сказал, ладно, мы не взяли в Пилиси, он и Медведев это говорит. Но придет время, и Грузии будет власть, которая сама засудится Акашу. Я хочу сказать, олигархический сговор против борцов, против олигархата и коррупции совершенно очевиден. Против нас и против меня лично борются сотни миллиардов долларов в трех разных странах. А у меня нет ни денег, ни оружия, ни армии, ни большой организации. У меня есть только одна идея, моя репутация и моя правда. Хочу сказать и Порошенко, и Ванишмили, и их другу по несчастью, Путину. По несчастью, то есть по моему вопросу. Это у них общее горе. Моя борьба не прекратится, чтобы вы не вытворяли. Какие дела вы не фабриковали против меня? Вы не умеете сражаться на политическом поле. Вы не можете выигрывать политические аргументы, потому что вы не любите ваши народы. А я люблю народ. Я люблю народ Украины, я люблю народ Грузии. Вы пытаетесь избавиться от своих оппонентов, как Путин от Навального, как Иванишвили от бывших премьер-министров, как Янукович здесь от Юлии Тимошенко. Все люди, которые хотят узуперировать власть, пытаются использовать правоохранителю систему для решения своих политических задач. Так вот, если олигархи объединяются, то надо объединяться и нам, приличным, порядочным людям. Если олигархи находят общий язык на основе договорников и защиты их денег и награбленного, то мы точно должны объединиться для того, чтобы не позволить им грабить и унижать. Вы прекрасно увидели, как они объединяются. Перед Новым годом Ахмедов и Порошенко добавили украинцев 16% на электричество. Точно так же в Грузии подняли цену на электричество на 10%. В один и тот же день с украинцами. Они практически действуют одинаково. В один и тот же день поднимают цены и тарифы на электричество. В один и тот же день назначают политические процессы против своих оппонентов. В один и тот же день, почти в один и тот же день, про это говорят и почти в один и тот же день задерживают и возбуждают уголовное дело. Какие бы должны быть еще теории, чтобы понять, с кем мы имеем дело? Я давно понял, с кем мы имеем дело и давно обещал себе и всем людям, что я никогда не опущу руки и никогда, никогда, никогда олигархам, пророссийским элементам и Путину и всем тем, кто хочет унизить и растоптать наши народы, не сдамся сам и не буду сдавать наши народы и наши интересы. И так я буду продолжать действовать и в дальнейшем. Вот и все, что я хотел сказать, какие у вас есть запитаниями жилыми. Во-первых, я хочу поправить, я никогда, точном с Украиной, никогда, никогда в Украине я не просил политического убежища. Это расхожая ошибка всех медиа. Я в Украине попросил статус особой защиты, это статус, который не позволяет их предпринимать какие-то действия в отношении меня, то того момента, пока я не вернусь в Украинское гражданство. Естественно, я не просил и не буду просить статуса политической бежеств ни в одной стране. Я не буду от них, беженец, это слово, бежать. Они, я от них бежать не буду. Конечно, я все буду делать для того, чтобы они не исполнили по отношению ко мне свои планы, но это не будет в виде того, что просить убежище в какой-либо стране. Любовь, очень много стран мира готовы меня принять без всяких условий, хоть сегодня. И красиво их традицию они уже запросили и украинская власть шаги в этом направлении делает. Они всячески замедляют процесс, когда по фальшим документам, точно так же, как по фейку возбудили против меня уголовное дело по моей фальшивой подписи. Фальсифицированы, сфальсифицированы в стенах администрации президента, Порошенко лишил меня гражданства. Этот процесс по восстановлению моего гражданства всячески откладывается, а процесс по депортации ускоряется. Согласно к остеству Украины и законам Украины. Постоянно жители Украины, чем я являюсь, даже если считать, что я особо безгромоденства, что юридически очень спорно, но никто не может оспорить факт, что я постоянный житель Украины. Постоянно жители Украины нельзя экстрадируют другую страну. Однозначно. Это законы Украины. Но, сказал это, я хочу сказать, олигархам законы не писан. Они, единственное, что их может удержать от попрания всех законов, это реакция народа. Если они будут бояться народа, они будут вытворять и наплюют на любые законы любой страны. И на международных законодательстве. Когда Порошенко меня лишил гражданства, нельзя лишать человека, у которого нет другого гражданства. Гражданство страны, это международные конвенции. Он нарушил международную конвенцию. Он нарушил Конституцию Украины. Но он на это пошел. Когда он меня задерживал, когда меня задерживали, судья постаралась, что это не задержание было, а выкрадание и похищение. Почитайте решение Ларисы Цокол. Когда они фальсифицируют дела, они абсолютно попирают все законы, но они это делают, потому что они думают, что это сойдет с рук. Представляете, меня судят используя право помилования. Если так пределить, то есть за тобой еще никого не судили. Я мировой рекордсмен. Никто ни один из лидеров давно уже, давно, десятилетие, какой-либо международный политик не был главной проблемой для лидеров трех больших стран, но двух больших, одно маленькое, и никогда никого не судили за право на помилование. Но, видимо, они нас будут уделять все больше и больше своими выкрутасами. Это означает просто то, у них не осталось аргументов, даже за уши притащенных юридических. Они делают, они действуют по беспределу. Вот и все. меня должны были сегодня допрашивать, но, видимо, еще какой-то умный и у них есть ВМД, и они решили, что сейчас это будет еще бесплатная реклама, если я вам буду давать комментарии во время допыта, то есть не надо уже доказать. Они настолько глупые олигархи, что в один день, 3 января, когда люди сейчас падают после Нового года, сразу после 3 января под прикровом того, что, извините, кто-то бухает, а кто-то просто отдыхает, посол власти бухают в это время политики, они решили меня осудить 3-го в 3-х судах. Административный, апелляционный, домашний арест и грузинский суд. 3-го назначили 3 суда. Сегодня, когда грузинский суд уже вынес решение, кто-то подумал, ну, в день вынесения решения еще его допрашивают по какому-то левому поводу уже венный раз, это слишком мы будем полить, что это сговор. Но и так люди знают, что это сговор. Не надо скрывать, уж давайте, объявляйте, объявляйте, что создан международный интернациональный, то есть интернационал региональный олигархов против одного рядового Саакашвили. Что тут скрывать? И так все знают. Секрет Палешинель. Зачем создавать из-за, зачем вообще церемониться? Пусть говорят, что хотят. Они сейчас очень хотят решить мою опробу и вопрос, пока все вернутся с каникулы. Все будут уже там, сейчас, кто на Мальдивах из политиков, кто там на, кто там в Таиланде, кто там, кто беднее в Египте, начинающие коррупционеры. То есть только один Саакашвили не может никуда выехать. Только я здесь. Так же как у всех по два-три паспорта, паспорта, а единственный украинский политик, который был только украинский и то его лишили. Так что на самом деле это было бы очень смешно, если бы это не было все так грустно. Потому что я увидел на основе, когда меня затаскали по этим кабинетам, по допросам, по процедурам, я сдавал там много раз отпечатки пальцев, меня фотографировали во фазе профиль. Я понял, через какие унижения проходят обычные граждане каждый день. Кстати, в Грузии, слава богу, суд я не смог реформировать, но вот эти административные процедуры мы четко реформировали. И просто а кто в Грузии мне мстит? Воры и жулики, которых мы отстранены от власти. Вот и все. Ну, естественно, одного судью купить не проблема для миллиардера, у которого там 7 или 8 миллиардов долларов. Какая проблема и который контролирует власть в стране. Но все это знают. Кстати, поэтому по моему делу было неоднократно заявление госдепа США, европейских правительств Евросоюза, Паламинская Сабель Совета Европы. В декабре в Сразбурсе суд решил, что дело против бывшего премьер-министра моего правительства чисто политически связан не столько с ним, сколько со мной. Это месть против меня. Это решение европейского суда по моему на и доября прошлого года. Если не ошибаюсь, что-то конец ноября прошлого года. Так что мир все прекрасно знаете, замечает. Они просто держат и население Украины, общество Украины, граждан Украины, граждан Грузии с Аллахов. Они считают, что мы терпилы, мы все стерпим, мы все проглотим, мы все схаваем, мы нам будут глаза что-то делать, а мы это будем считать, что это божья роса. Вот на что рассчитывают олигархи и власть. Я думаю, что это все временное иллюзия заблуждения. Они, пробуждение у них будет очень жестко и горько после всего этого. Похмелье не после январских праздников будет жестким, после многих лет крадежа и унижения народа. Вот это будет тяжелое похмелье, точно. Какие еще? Что я говорю? справа. И наибольшие балламенту. Вот и все. Только вы залишились и мы, и ваши телеглядачи. Вот и все. Чем я вас витаю. Так, будь ласка. Я мог бы переехать. Так. Я хочу сказать, что будь-яка українська влада, яка их садует в Грузии, они повторяю ту же самую ошибку, которую сделал президент Кучма. Очень мощный президент, когда он хотел избавиться Георгия Волгадзе. Первый Грузин уже был в этой стране, который реально уничал и упсал все, что сделал Кучма для истории. И Кучма был гораздо более сильный чем действующий президент. Это первое. Будь-яка украинская влада, которая экстрадует меня до Грузии, приведет к изменению влади и в Грузии, и, возможно, в Украине. Не потому, что это я, а потому, что есть какие-то межи несправедливости, которые люди могут выдержать. И это только Саакашвили. Это Ирина Ноздоровская, это все добробаты, как и сейчас в леснице. Это коррупция, которая уничтожает украинскую государство. И люди уже отомлены. И их терпение приходит к кенец. Поэтому это не я ставлю к кенечную мету, его ставит сама влада. Я мог бы переезжать в Нидерландию будь колы, продав всех этих роков. Больше того, у меня есть рабочая виза до Соединенных Штатов. Я могу працювать в Соединенных Штатах. У меня есть пропозиции по работе в Соединенных Штатах. Я важен гостей Польши, Литве и меньших политических краинах, богатех европейских краинах. Но это, что против меня начнут справы, это я знал уже до того, как перетинал кордон, что они будут провокации, фейки. Я это все знал. Я на это сведомо шов. И я шов не тому, что мне нет где остаться, или нет где заработать на существование. Потому что я верю в будущее Украине. Я верю в то, что у нас все выйдет. Я верю в украинский народ. Я верю, что Украина переможе. Вот и все. И это не патетика. Я доказал своими действиями, что я так реально я переконан в этом. Я в этом направлении делаю все кроки. Но чем больше я делаю, тем больше против. И мы все увидели. Я не знаю, насколько далеко они не пойдут. Они пойдут до конца. Чтобы сохранить свою кариту, они будут пить до конца. Но до их конца. не до нашего. Я вас хочу запевнити о их конца. Они будут боротися. И они будут вызвать народный против. И это не только украинских олігархов, это и грузин. И это перспективы относится Путину. Не випадково, что российский оппозиционер и Навального со мной. Не випадково, российская оппозиция рекламует на своих сайтах мои выступы. Это такая оппозиция, которая говорит, что Крым это Украина, и против имперских амбиций. Не випадково, что они бегают по улицам, как протестный движ с моими обличьями. Это все показали, может, на лентах. Это только показывает, что мы на правильном шляхе. Эта московская обовязково припевает свое иснование как империя. А наши краины будут реально вольными от российского вплива и от лекарств. Что бы они не делали. В моем випадке они полные союзники. Какие могут быть вопросы, когда они реально синхронно делают. И даже этого не ховают. Я хотела что вы хотите, что вам нужно убить такое межристое. Правильно? И плюс не листят виноват. Нет, виноват. Я сам себя захищу. Сам себя захищу. Ну что, это извинувачение. Они мы видели социологию, только 7% украинцев в них поверило. Это очень мало. Это слишком падало для какой-то влады. А 53% совсем не поверило. Это катастрофа для влады. Люди не дурные. Нас держат за дурными, но люди очень умные. Вот и все. Я бы так сказал. Как еще? Спасибо. Не думаете ли вы, что решение тибирского судара поспешно принято из-за того, что может быть украинская сторона думает или хочет вас эстрадировать? Естественно. У меня не вызывает никакого сомнения, что Порошенко договорился с Иванишвили, они договорились летом прошлого года, потом туда ездил в декабре Гройсман, они все время на связи, они все время координируют свои действия, даже заявления координируют, даже юридические шаги координируют, вообще не вызывать никакого сомнения, что решение тибирского суда продиктов из Киева, грузинской власти, они боятся меня как черт, черт и ладан, грузии, вы знаете лучше меня, и стул под ним шатается, и настроение людей там очень-очень зибко, но олигархи договорились, мафиози собрались и ударили ладошками, ну как можно не делать, слово мафиози, слово олигарха, она свято, в юле прошлого года они договорились, и Порошенко я знаю в содержании беседы еще в январе прошлого года, год тому назад Давосе, перед Курикашили, он сказал, мы будем наступать на Саакашили, но не сделайте его героя, вы точно его заберете или нет, не надо мне его героизации, это слова президента Порошенко, этот Саакашили потом еще станет на фоне этого героя, если вы мне дадите гарантии, что вы со мной вместе будете действовать, будем действовать, если нет, то я тоже не буду действовать, я не начал действовать, вот и вся история, к счастью, все эти вещи, они выходят, они, мы, нам про них сообщают, нам про них, мы про них узнаем, Грузии большинство, большая часть правоохранительных органов, вооруженных сил, госаппарата, они мной созданы, они на моей стороне, это ни для кого не секрет, Грузии, они меня не смогут продержать в тюрьме, Польша, очень, очень короткого срока, потому что, во-первых, для мира это смехотворное обвинение, так надо сажать каждого президента в мире вообще, а во-вторых, народ Грузии просто их скинет, и более того, я всячески буду этому способствовать, активным действиям народа Грузии, какая проблема, вы думаете, что я там в камере буду сидеть и просто лечебным голоданием заниматься, вот и все. Спасибо.